Инвестиции исчисляются триллионами рублей. Пал предпрезидента оценил экономический потенциал Ямала. Округ готовится к зиме. До начала отопительного сезона осталось 20 дней. Большая поездка продолжается. Сегодня губернатор Ямала работает в Новом Уренгое. За последние сутки на Ямале выявлено 132 новых случаев коронавируса. 11 из них среди вахтовиков из других регионов страны, 121 среди жителей округа. По данным управления Роспотребнадзора по Ямалу, на 11 августа в регионе зафиксировано 5 летальных исходов с начала пандемии, их 524. На госпитализации с COVID-19 вне больничными пневмониями находятся 860 человек, при этом 110 пациентов в тяжёлом состоянии, а 39 – подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки выздоровели 137 человек. Дмитрий Артюхов продолжает поездку по региону. Её цель – увидеть, как меняются города и посёлки, встретиться с жителями, узнать об их проблемах и о том, какие задачи они ставят перед местной и региональной властью. Накануне глава региона приехал в Новый Уренго и Дмитрий Артюхов оценил ход строительства пассажирского терминала аэропорта и реконструкцию взлётно-посадочной полосы газовой столицы. Это первый в России аэропорт, который модернизируется в рамках концессионного соглашения между правительством Ямала и управляющей компанией аэропорта регионов. Работы стартовали в декабре прошлого года. На площадке задействовано более 200 человек и 80 единиц техники. Из-за работы в аэропорту – особое расписание. Самолёты принимают с 6 до 15 часов. Полосу реконструируют в ночное время, чтобы не мешать работе воздушной гавани. В будущем она сможет принимать практически все типы самолётов. В планах властей сделать аэропорт международным. Для этого необходимо нарастить пассажиропоток до полутора миллионов человек в год. Новый терминал позволит увеличить объёмы. Губернатор проехал по обновлённой взлётно-посадочной полосе на автомобиле и оценил качественные изменения. Уже уложили два слоя покрытия из четырёх. Полностью завершить работы планируют в декабре следующего года. До начала отопительного сезона на Ямале осталось 20 дней. За оставшееся время предприятиям жилищно-коммунального комплекса автономного округа необходимо подтянуть свои графики работ и завершить все плановые мероприятия. Директор департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Дмитрий Афанасьев инспектирует предприятия ЖКХ округа и оценивает их готовность к работе в предстоящий осенне-зимний период. В целом руководитель профильного ведомства отметил хорошие темпы выполнения работ и поручил усилить контроль над их качеством. Буквально за эти 20 дней всем предприятиям нужно будет подтянуть свои графики ремонтных работ. Общее выполнение по автономному округу 58%. Практически половина топлива завезено. Это я говорю про отдаленные населенные пункты. Плановая идет работа по подготовке округа к зиме. С сентября мы приступаем к новому отопительному сезону. Первые, как обычно, у нас традиционно получат тепло объекты образования. Это и дошкольные учреждения. Ну, а потом постепенно, в зависимости от температуры воздуха, будем подключать жилфонд. Готовятся к зиме и муравленковские коммунальщики. Специалисты во время остановки центральной котельной провели здесь целый комплекс профилактических работ. Ну, это в основном такие работы, как вскрытие, чистка, если есть необходимость, текущий ремонт грязевиков, дэораторов, потом ревизия запорной арматуры, ревизия насосного оборудования, потом ревизия газового оборудования, это ГРУ первого, второго блока, также ревизия запорной арматуры на котлоагрегатах. Большой объём работ выполнен и вне котельной. Выполнена реконструкция объектов водоснабжения-водоотведения. Ресурсоснабжающая организация этим летом предстояло заменить несколько километров ветхих и аварийных тепловых сетей на улицах 70 лет октября строителей и Ямальской. Большая часть объёмов уже выполнена. Также в микрорайонах Радужный и Молодёжный, где сейчас идёт активное строительство жилых домов и соцобъектов, была проведена замена сетей водоотведения. С 10 августа пассажиры с первой группой инвалидности могут покупать билеты в купе со скидкой. Льгота распространяется не только на граждан с инвалидностью, но и на сопровождающих. Как сообщила пресс-служба Минтруда, размер скидки на билет в купейные вагоны и СВ составляют 55%. Получить их могут участники программы «РЖД-бонус». Зарегистрироваться в программе можно через кассы дальнего следования или на сайте. Со скидкой купить билеты можно также специализированные купе и вагоны с местами для сидения скоростных поездов и на высокоскоростные поезда «Сапсан». В этих случаях быть участником программы лояльности «РЖД-бонус» не обязательно. Строительство дорог и жилья, вакцинация, социальная политика – такие вопросы затронули на пресс-конференции полпреда президента Владимира Якушева. Она прошла на базе Центра управления регионом в режиме селекторной связи. Всего обсудили более 10 тем. О чём болит у жителей Урала? Такой вопрос волновал журналистов в первую очередь. Темы вечные – поддержка семей, цены на продукты, безработица. Так, в пик пандемии безработица выросла в шесть раз, однако сейчас цифра вернулась к изначальным показателям. Снижаются и цены на продукты, а с новым урожаем специалисты надеются, что борщевой набор вернётся к привычной цене. Однако есть и предостережения. Инфляция в этом году выше, поэтому и в том числе реакция Центрального банка, повышение ключевой ставки. А мы с вами прекрасно знаем, что ключевая ставка теперь отразится и на средние процентные ставки по кредитам, по потребительским кредитам, которые берут граждане на решение своих проблем. И, конечно же, это в конечном итоге в том числе влияет и на среднюю ставку по ипотеке. Более двух триллионов рублей инвестиций привлекут на Ямал для развития газохимического кластера. Это позволит создать 20 тысяч рабочих мест и прирост экспорта на 125 миллиардов рублей в год. Мы пока в этом вопросе далеко не чемпионы. Те возможности, а это именно финансовые возможности поддержки бывших впускников, использованы у нас всего на 11%. Это очень маленький показатель, поэтому в этом направлении будем работать. Найдётся и где жить молодым специалистам. Владимир Якушев отметил рост объёма жилищного строительства. В этом году ввести в эксплуатацию планируется больше объектов, чем в прошлом. Тем временем хорошими темпами идёт Ямал по сносу аварийного фонда. Около 650 тысяч квадратных метров снесут в ближайшее время. Ямал с этого года включился в реализацию программы «Стимул». И по этому механизму, который предлагается сегодня Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в городе Купкинске строится детский сад на 400... Школа на 400 мест и детский сад на 240 мест. Программа «Стимул» нацпроекта «Жильё и городская среда» предполагает софинансирование из федерального, областного и местного бюджетов. Благодаря ей жильё будет строиться ещё быстрее. А значит, «Стимул» жить в округе у людей есть. Телеканал «Ямал», Эрнест Бавшин, Антон Иванов, Новости Муравленко. Аналитики назвали Ямал одним из самых устойчивых регионов страны. Округ занял второе место рейтинга фонда «Петербургская политика» по итогам июля. Исследователи проанализировали значимые события в автономном округе. Одно из самых позитивных – это подписание губернатором Ямала Дмитрием Артюховым и ректором Московского физико-технического института Дмитрием Ливановым соглашение о создании международной арктической станции «Снежинка». Также в числе позитивных событий – подписание правительством округа соглашение о запуске беспилотной доставки грузов Почты России. Учреждения дополнительного образования распахнули свои двери для воспитанников. Сейчас их посещают более 300 юных муравленковцев. После продолжительного перерыва на летние каникулы в ЦТТ снова шумно. Ребята соскучились друг по другу. Центры технического и детского творчества начали работу в рамках краткосрочных летних программ. В ЦТТ реализуется программа «Территория безопасности», которая состоит из 11 направлений. Это «Лего-сити», которую вот сейчас можете наблюдать, а дети занимаются. Это «Медиабезопасность». В новом учебном году это у нас VR и дополнительная реальность. На «Медиабезопасности» дети знакомятся с приложениями и работой в сети интернет, это создание масок и так далее. Разнообразный детский досуг организованы в Центре детского творчества. Занятия с воспитанниками здесь идут по программам «Браслетная мастерская», «Конструктория», «Танцевальная мозаика». Чуть позже запустятся программы «Черлидинг» и «Учимся играя». Для деток меньше «Учимся играя», «Черлидинг» – это, соответственно, танцевальное такое тоже направление. Также будет работать студия восточных танцев «Хаяти». С нового учебного года у нас будет еще больше программ. В «Спектр» реализовывается много новых программ. А вот занятия по основным программам в учреждениях дополнительного образования начнутся, как обычно, с сентября. В рамках национального проекта «Демография» в округе реализуются различные меры поддержки семей с детьми. Благодаря этому Ямал входит в число российских регионов, где растет рождаемость. Только за последний год в округе на свет появилось более 7 тысяч малышей. В округе действует целый комплекс различных мер соцподдержки. Одна из них предназначена для семей с детьми – это выплата на первого ребенка до трех лет. Такая помощь для родителей действует в регионе с 1 января 2018 года. Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка у нас назначается выплачиваться на деток, рожденных с января 2018 года. На данный момент у нас 219 получателей этой выплаты. Выплату могут получать граждане, у которых доход прожиточного минимума не превышает двойного размера. На сегодняшний день это 35 414 рублей на одного члена семьи в месяц. Размер выплаты составляет 16 753 рубля. Подать заявление можно как через портал госуслуги, так и при личном обращении в многофункциональный центр. Получить выплату могут даже ямальцы с временной регистрацией. Имеют право получать это выплату граждане Российской Федерации, которые постоянно проживают в Ямало-Ненецком автономном округе. А также граждане, которые имеют временную регистрацию. Но уже, конечно, выплата назначается на время временной регистрации. Предусмотрена и социальная поддержка для семей с детьми от 3 до 7 лет. Выплаты на каждого ребенка получают семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, то есть менее 17 029 рублей. Среди нововведений теперь при назначении пособия учитывают движимое и недвижимое имущество заявителей. Например, если семья имеет две квартиры, и площадь... Одну квартиру, понятно, можно иметь, без вопросов. Если иметь две квартиры, и площадь этих двух квартир превышает более 24 квадратных метров на каждого члена семьи, то это уже основание отказа для того, чтобы получать эту выплату. И то же самое относится к автомобилям. Если две машины, соответственно, в семье зарегистрированы на членов семьи, то тоже это основание отказа. Оказываемые меры поддержки семям на Ямале помогают увеличению рождаемости. Каждому малышу при выписке выдают подарочный набор со всем необходимым – от пеленок до зимнего комбинезона. В округе вручено более 14 тысяч таких наборов. А региональный материнский капитал – один из самых высоких по всей стране. С прошлого года мы ввели его при рождении второго ребенка, удвоив федеральную выплату. Почти полторы тысячи семи уже получили по 300 тысяч рублей. Существенно изменили подход к маткапиталу для многодетных. Увеличили его до полумиллиона рублей. Это самый большой региональный материнский капитал в России. Важно, что теперь его наши семьи получают не только за третьего, но и за четвертого, пятого и каждого последующего ребенка. Такой комплексный подход к социальной политике в регионе позволяет оказывать своевременную и всестороннюю помощь ямальским семьям. Более подробную консультацию по всем мерам поддержки всегда можно получить в Управлении социальной защиты населения. Дарья Тюменцева, Виталий Ситняев, Новости, Муравленко. На Ямале сотрудники регионального лесничества установили цифровые автоматические камеры наблюдения с датчиком движения «Филин» для мониторинга санитарного состояния лесов. Как сообщили в ямальском лесничестве, фотофиксация поможет выявлять и фиксировать нарушителей, которые нелегально вывозят мусор и устраивают свалки в лесах. Фотоловушки установили в лесных массивах, где ранее были обнаружены несанкционированные свалки и в местах массового отдыха граждан. Прибор мгновенно реагирует на людей и проезжающие машины, что позволяет определить и привлечь к ответственности виновных лиц. Расположение камер будут менять каждые три дня. При выявлении нарушений материалы направят в полицию. Также «Филин» будет следить за незаконной рубкой деревьев, засорением и разведением костров в пожароопасный сезон. В Госдуме придумали новый способ поощрять ответственных водителей. Меру предлагается распространить на определенную категорию автомобилистов. Группа депутатов предложила ввести 50-процентную скидку на транспортный налог. Льготом может коснуться автомобилистов, которые в течение налогового периода совершили не более трёх правонарушений. А сумма штрафа за каждое не превышает полутора тысяч рублей. По словам законодателей, это поможет снизить количество нарушений правил дорожного движения. Руфия Исламова с детства мечтала быть учителем как мама. После школы готовилась к поступлению в педучилище. В силу сложившихся обстоятельств осуществить мечту не удалось. Но безграничная любовь к детям не осталась нерастраченной. 25 лет назад судьба привела Руфию Исламову в детский сад «Солнышко». Я водила сюда дочку свою, старшую. У нас была заведующая Валентина Кузьминична. Я к ней подходила. И как раз она есть, говорит, место. Вот и взяла. Это 17 апреля 1997 года я вышла на работу. Свой первый рабочий день Руфия Масхутовна отчётливо помнит до сих пор. Говорит, экзамен на хозяйственность дала легко. А вот с кормлением детей поначалу было непросто. Не то, что там полы мыть, пыль протирать, а вот именно уметь раскладывать. Чтобы хватило детям, можно же кому-то больше положить, а кому-то не хватить. Проветрить помещение, вымыть полы, накрыть столы, принести и раздать еду. А после снова всё убрать. И так несколько раз в день. Всё нужно делать быстро и хорошо. Кроме того, собирать детей на прогулку, встречать, обнимать, утешать и даже развлекать. Когда родители приходят в группу забирать детей, воспитателю нужно донести какую-то информацию до родителей. А 20 детей ещё в группе. И здесь вам Руфия Масхутовна, которая организует различные группы. Успевая убирать после ужина, она успевает организовать деятельность для детей, чтобы все были под её приглядом. Быть хорошей няней весьма непросто. Ведь главными качествами, которыми нужно обладать помощнику воспитателя, должны быть любовь к детям, внимательность, терпение, аккуратность и чистоплотность. Коллеги говорят, в Руфия Масхутовне всё это есть. И даже больше. Это человек, на которого всегда можно положиться. Это не только младший воспитатель. Это универсальный человек, который в период ремонтных работ может превратиться в маляра, в штукатура, в педагога, в завхоза. Вот это её универсальность. Она никогда ни в чём вам не откажет. Она всегда придёт к вам на помощь в любой момент и в любое время дня и ночи. Родной коллективе «Детский сад» давно стали для Руфии Исламовой вторым домом, куда она с радостью приходит каждое утро рабочей недели, где её понимают, уважают и очень ждут любимые дошколята. Они потому что всегда подходят, обнимают, издалека кричат. Ну, как бы, если бы не любили, я считаю, так бы не делали бы, наверное. Они издалека бегут. Один раз даже смеялись. Ну, как бы дети на улице гуляют, тоже дети летом. Я вышла с отпуска. Один мальчик такой. О, моя жена приехала. Радостно смотреть, говорит Руфия, как воспитанники на её глазах взрослеют, становятся самостоятельными, учатся различать добро и зло, жить в коллективе, общаться и дружить. Если бы жизнь можно было перемотать как плёнку назад и снова стать перед выбором, младший воспитатель уверена, что обязательно пришла бы в детский сад. Татьяна Козырь, Сергей Лукович, Новости Муравленко. Школьники познакомились с профессией огнеборца. В городской пожарной части для отрядов пришкольного лагеря «Эврика» организовали обзорную экскурсию. Ребятам рассказали о тонкостях работы пожарных и спасателей и познакомили с основными правилами пожарной безопасности. Экскурсия началась со знакомства детей со специальными средствами, находящимися на вооружении пожарных. От желающих примерить на себя отдыхательные аппараты не было отбоя. Мы находимся на базе РДЗС. Здесь у нас находятся дыхательные аппараты. Для чего нам нужны дыхательные аппараты? Для того, чтобы дышать дыму. Когда горят продукты горения, есть токсичность. То есть, чтобы человек не задохнулся. То есть, пожарные. Также спасаем людей, надеваем на них специальное устройство спасательное и выводим их. Вот так вот выглядит дыхательный аппарат. Вот этим вот мы дышим. Глубокий вдох делай. Делай небольшой. Экскурсия в пожарную часть – это уникальная возможность для ребят не просто познакомиться с профессией пожарного, но и определиться с дальнейшим выбором своей собственной. Ребятам показали многое из того, что находится на вооружении огнеборцев. То, с чем они выезжают на каждый пожар. Разрешили посидеть в настоящей пожарной машине и посмотреть, что находится внутри. Здесь находится пожарно-техническое вооружение. Огнетушители. Также ПТВ предназначено для разборки конструкции. Кто знает, что это? Ножовка. Ножовка. Обязательно все инструменты у нас зачеклены. Для чего? Для безопасности. Кульминацией экскурсии стало тушение импровизированного пожара. Все происходило, как на самом деле. Сирены, огонь, тушение. И неподдельный восторг в глазах детей. Поливаю! Сейчас тушили пожар. А как тушили пожар? Пены. Красиво было. Ребята не отводят от пожарных глаз. Фотографируют, задают вопросы, примеряют элементы экипировки. Радостными возгласами встречают предложение самим попробовать воспользоваться пожарными стволами. Готовы? Для себя. Для себя. Аккуратно. Ого. Сидишь, тену. Давай тену сгоняй. Сейчас тена выпускает. Полетела тена. Давай, на пену. Мне понравилось держать приборы пожарные. Когда я держал пожарный шланг, я себя чувствовал пожарником. Возможно, совсем скоро кто-то из этих мальчишек решит посвятить свою жизнь трудному, но очень важному делу. Станет пожарным или спасателем. Смелым и отважным. Таким, как командир отделения пожарной части Руслан Фархуддинов. Для детей важна любая информация, так как дети узнают о номерах службы спасения, а также узнают средства тушения пожара, как работают пожарные, как все выглядит на самом деле. Те же пожарные автомобили, то же пожарно-техническое вооружение. Для них это все интересно. В том числе мы детям объясняем технику безопасности при любых случаях. Такие встречи формируют у детей интерес и уважение к профессии. Да и правила пожарной безопасности лучше запоминаются, когда о них рассказывает пожарный. Анна Мария, Виталий Сидняев, Новости Муравленко. Это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте. Муравленко24.ру Муравленко24.ру